Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире рубрика «Мамина радость» и я, Марина Гранкина. Жизнь человека начинается с момента зачатия. С самого начала беременности маленький человек растет и развивается. Причем не только физически, но и умственно, и даже эмоционально. Давайте узнаем, как развивать малыша в период от зачатия до рождения, так называемый перинатальный период. Для этого разговора мы пригласили в студию психолога Центра защиты семьи «Колыбель» Ирину Наврость. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Как можно общаться с малышом в период внутриобдробного развития? Ну, тема на самом деле очень интересная, да, и даже в психологии она спорная. Конечно же, с малышом можно общаться. Можно общаться и, как бы я сказала, и явно, да, и тайно. Вот. Что такое явное общение с малышом, который еще не родился, да, находится у мамы в животике? Это поглаживание живота. Это просто, ну, общение с ним как с таким, да, живым человечком, которого мама уже чувствует, знает о нем. Вот. Просто какие-то рассуждения и вслух, и внутренние. Вот. И общение с помощью эмоций, да, положительное, радостное, приподнятое мамино настроение, да, передается малышу. Вот. А с какого возраста он начинает ощущать эмоциональный фон мамы? И когда он понимает, он чувствует эти прикосновения, например, он понимает то, что мама говорит, или он чувствует только саму эмоцию, с которой это сказано? Ну, знаете, трудно в данном случае определить прям вот конкретный возраст внутриутробного развития, да. Но понятно, что чем ближе к концу беременности, тем больше малыш чувствует. Ну, например, слух малыша окончательно формируется к 25-й неделе беременности, да, и ребеночек слышит, ну, конечно, не так, как мы с вами, но можно погрузиться под воду, да, и вот что-то сказать, и примерно так же слышит малыш внутриутробно. Вот, поэтому нужно вряд ли здесь сделать что-то специально, да, для малыша, хотя часто это происходит интуитивно. Интуитивно мама начинает что-то напевать, интуитивно можно увидеть, как беременный часто гладит свой живот, да, поэтому, конечно, малыш это воспринимает, вот, я думаю, что с самого раннего возраста, наверное, вот, ну, сердечко начинает биться в 4-5 недель, да, и уже какая-то вот такая тайная жизнь уже начинается, да, поэтому, чем раньше, тем лучше, мне кажется, вот, хотя это еще зависит от того, как сама мама, да, насколько она умеет, вот, как-то эмоционально воспринимать свою беременность. Некоторым мамам это трудно, да, трудно общаться с ребенком, которого они, там, не видят и пока, может быть, не чувствуют, да, и поэтому некоторые мамы ближе к концу беременности только начинают вот какое-то такое явное внимание на малыша обращать и разговаривать прямо с ним. Ну, в этом нет, я думаю, что ничего страшного, вот, главное понимать, что между мамой и ребенком существует эмоциональная связь, поэтому те эмоции положительные, которые испытывает мама, испытывает и малыш. Я слышала, что переживания и какие-то негативные эмоции могут вызывать токсикоз и перенашивание, это правда? Ну, вы знаете, на этот счет проводились зарубежные исследования, и они есть как подтверждающие, так и опровергающие. Вот, я бы не стала тут каких-то таких параллелей прямых проводить, вот, может быть, какое-то влияние есть, но не нужно забывать, что мы живем в мире далеко не идеальном, да, ведь, и, ну, где мы найдем маму, которая за весь период беременности исключительно положительные эмоции испытывала, только там радовалась, порхала, не работала, да, и все вокруг нее крутилось. Ну, такого практически не бывает, даже если мама искусственно пытается создать вокруг себя такие условия, то, как бы, мир сопротивляется, несмотря на такое замечательное состояние, как беременность. Вот, поэтому, мне кажется, уже с момента беременности малыш начинает учиться переживать различные эмоции, и положительные, отрицательные спектры эмоций, характерных для нормальной жизни. И в дальнейшем, уже после рождения, это формирует психологическую устойчивость определенную. То есть ребенок должен знать, что эмоции бывают разные, положительные, отрицательные, и благо малыш так защищен, да, пока он находится в животике, что если отрицательные эмоции, какое-то напряжение, тревога, мама испытывает, ну, как бы, эти эмоции сменяются, да, плохие проходят, наступают хорошие, отрицательные, положительные, вот, в таком случае отрицательные эмоции не нанесут какого-то вреда, да, ребенку наоборот. Вот, вот, но если же мама находится в постоянном стрессе, да, постоянно ее микроокружение заставляет ее страдать, тогда, да, наверное, ну, с этим нужно что-то делать. Это нехорошо и может как-то сказаться как на маме, так и на ребенке. А позитивное воздействие, ну, то есть, например, там, если мама ребеночку поет, гладит, как-то с ним общается, оно сказывается на развитии ребенка? Есть ли какая-то разница между детьми, уже когда они родились, между теми детьми, с которыми разговаривали, и с теми, с которыми не общались? Вот у меня свекровь в детские окулисты, она говорит, что по ребенку, даже месячному, видно, общаются ли с ним сейчас родители, какая атмосфера в семье, потому что он там либо тянет ручки, либо он закрывается, и какие-то еще такие вот признаки выдают. А влияет ли на вот эту открытость мира, открытость миру и доверие, то общались ли с ребенком еще внутри утробы или нет? Вы знаете, я думаю, что влияет, но насколько, да, то есть подсчитать вы не удастся, вот, потому что, безусловно, базовое доверие к миру, к маме, да, оно уже начинает закладываться в период пренатального развития, вот, но все-таки многое зависит еще от дальнейшей жизни, от того, как прошли роды, от того, как пройдет первый год жизни ребенка, вот, но безусловно, это хороший старт, да, это какие-то преимущества все равно дает, и, что немаловажно, мама начинает развивать свои материнские компетенции, которые, независимо от того, да, отразятся ли они как-то уж сильно на малыше, прям сразу после рождения или нет, но это дает ей возможность быть, как бы, подкованной, да, быть уверенной в себе уже после рождения ребенка. Если мама научилась петь колыбельные, да, за период беременности, то это большой плюс и в дальнейшем. А отношения с отцом тоже начинают закладываться уже в это время? Ну, здесь взаимосвязь еще более такая хрупкая и мало, да, просматриваемая, чем вот с мамой. Да, это все неплохо. И более того, если папа проявляет внимание к ребенку, ну, через маму ведь все равно, правда, это происходит, мама испытывает положительные эмоции, соответственно, и малыш, конечно же, тоже испытывает положительные эмоции. Вот, замечено, что ребенок может узнавать голос отца, то есть сразу вот буквально, да, после родов, если он слышал папин голос, то ребенок способен узнать папу. Еще насчет узнавания такой вопрос. У меня была такая история. Я пока житушку еще была в животе, пела часто колыбельную Клару. Самбл-тайм, та-та-та-та-та-та-та. Вот, и мы были потом на джазовом концерте, еще во время беременности, и ведущий сказал, что сейчас играют очень известное джазовое произведение, но в необычной обработке, и вот когда узнаете, начинайте аплодировать. И ровно в тот момент, когда я узнала колыбельную Клару, Рита меня пнула. И мне показалось, что она просто тоже узнала. Но я не могу быть уверена, что это вот неэкзотированное такое состояние, что вот, ребенок. Или вот возможно ли это? Это может быть эмоциональное состояние, да, ваше, могло передаться ребенку. Вот, поэтому... То есть вряд ли она просто действительно услышала и узнала все-таки, да? Ну, я, честно говоря, думаю, что вряд ли, да, потому что ребенок... Ну, вот мне больше импонирует теория, что малыш внутриутробно, он переключается. То есть он может реагировать на какие-то перемены маминого настроения, да, на громкие звуки, на приятные и неприятные. Вот, но в то же время ребенок, скорее всего, способен быстро переключаться, да. Это, мне кажется, тоже способствует какому-то сохранению. Вот, в плане того, что отрицательные эмоции, они могут, да, так же быстро не наносить вреда, как бы, ребенку, да. Он может переключаться с одной эмоцией на другую. Вот, поэтому качество развития долговременной памяти внутриутробного малыша, да, 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 тут такой вопросик. Вот, поэтому, хотя мы знаем, да, из духовной литературы, из житий святых, да, как младенцы могут вот реагировать на некоторые события в жизни матерей, на какие-то духовные песнопения, да, тоже же таких примеров немало. Вот, поэтому все может быть. Давайте подытожим. То есть, основное, вот если сейчас у нас есть беременные телезрительницы, что им посоветовать, как общаться с малышом? Вот, я бы посоветовала в данном случае соблюдать золотую середину. То есть, не уклоняться ни в одну крайность, ни в другую. Что я имею в виду? Значит, общаться с ребенком во время беременности прекрасно, да, уделять особое внимание, там, гладить, петь колыбельно, и все это замечательно. Но этому не должна быть подчинена вся жизнь беременной мамы и всего окружения беременной. Вот. То есть, это нужно чуть больше отдыхать, да, чуть больше радоваться. Ну, не значит, что это, да, у нас где-то центризм, или вот центр вселенной — это беременная женщина, и вокруг нее все крутится. Такого происходить не должно. И главное, чтобы это не вызывало комплекс неполноценности у тех мам, которые в силу своей занятости, в силу того, что у них многодетная семья, не могут достаточно внимания уделить вот этому вопросу, да, какому-то специальному развитию детей внутриутробным. Вот. И в то же время не нужно, ну, как бы желательно избегать того, что мама просто, да, не замечает своей, как бы, беременности, ведет такую же, допустим, тяжелую жизнь, не облегчает там свой труд, да, постоянно нервничает и переживает, не имея в виду состояния ребенка. То есть это тоже, конечно, другая крайность. Как-то так. Спасибо. В следующей встрече мы продолжим разговор с Ириной, поговорим о периоде после рождения малыша. Наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин